Как перестать жить в страхе перед смертью? Напрямую этот вопрос не связан с нашей темой, но я попробую вам связать и более того ответить на него прямо в лоб. С чем связан страх смерти? Два очень важных аспекта. Первый аспект внутренний, который очень трудно увидеть. Так как душа, которая управляет этим телом, подобно как водитель управляет машиной, эта душа вечна. И поэтому, так как все равно мы эманируем в том или ином виде, пусть обусловлено, но сознание души, мы не можем принять то, что не является истиной, потому что душу ничем нельзя убить, рассечь, она вечно. Поэтому вот тут еще подправляют, с чем связан страх смерти? Он связан с телепсной концепцией. Когда шофер, ехающий в машине, отождествляет себя с машины. Но это ведь кусок железа, а это кусок плоти. Душа временно находится в теле, меняет это тело подобно, как человек может менять костюм на другой. И все. Но настолько это хитро устроено творением, что мы впадаем в эту иллюзию, что нет разницы между телом и душой. Итак, первое – это внутреннее. Природа души заставляет нас бояться вот этого растворения в пустоте. Как же я умру? Как? Я не буду видеть свет, солнце, не буду ничего чувствовать, вечно исчезну. Это совершенно невозможно для сознания души принять. Но поэтому это повергает нас просто на самом деле в шок. Я помню, как в детстве я так думал, когда мне не могли родители объяснить, что я душа. От одной мысли, что я навечно исчезнул, я просто входил в какой-то паралич. И второе – это отождествление себя с грубым телом. А здесь требуется определенная практика, культивирование знаний, определенное общение с людьми, которые это реализовали, чтобы вот это невежество, а это есть проявление невежества в сознании, исчезло. Нужно время и практика. Ведь очень простой пример. Нам даже трудно понять, что такое тело. Сейчас объясню. Хорошо, я из тела. Если у меня, уберем руку, мое тело поменялось, но я не поменялся. Уберем вторую руку. Я не поменялся. Я ощущаю себя все той же душой. Ну, пусть не душой, тем же телом. И так мы можем искалечить тело так, что остается только там, я не знаю, кусок плоти. Более того, если даже его не калечить, оно само калечится. Тело ребенка сильно отличается от подросткового возраста, или от юноши, или от старика. Да, наше тело предпринимает трансформацию, и все клетки в нем меняются. Однако же ощущение личности в себе остается тем же. Поэтому небольшое созерцание и логические конструкции позволяют нам логически увидеть, что, в общем-то, конечно, мы не есть это тело. Нам принадлежит рука, нам принадлежит нога, но мы не являемся ни рукой, ни ногой, ни туловищем, ни сердцем и так далее. Но еще раз повторяю, причина страха смерти – это невежество, то есть отсутствие истинного знания. Да, внутренняя причина – это невозможность принятия вечной душой мысль о том, что все конечное. На самом деле ничего конечного нет. Да, мы меняем эти тела, от смены костюма разве мы переживаем то, что мы какие-то другие стали. Да, мы выходим из одной комнаты одной реальности и входим в комнату другой реальности. Сменяя костюм. В зал суда мы входим, судья одевает этот колпак, балдах. Он приходит домой, одевает, я не знаю, спортивные брюки, тапочки, и он уже другой. Другое отождествление. Я папа семейства, а там я вершитель судеб. Да, поэтому вот тут еще добавляют. Я не это тело, даже не этот разум, и даже не этот ум, и даже не это эго. То есть я как бы отвечаю параллельно на вопрос Елены. Тут очень много аспектов, просто я концентрируюсь на главном.